Продолжение следует... Очень нужно для нашей работы. Владислав, мое почтение. Доброе утро. Ну вот одна из главных новостей последних дней. Блумберг нам сообщает о том, что Евросоюз готов и может передать Украине те самые замороженные активы России на сотни миллиардов евро. Насколько это возможно? Когда это будет возможным? И что это меняет для Украины и для России? Ну, слушайте, я слышал, естественно, об этом. Разговоры на эту тему ведутся достаточно давно. Есть и точки зрения «за», они очевидны. Есть и сомневающийся, в частности, к которым относился достаточно активный президент Швейцарии, который на одной из конференций по восстановлению Украины заявил, что такого рода передача активов пока невозможна и вызывает вообще сомнения относительно прав собственности и так далее. То есть, на самом деле, я думаю, что вопрос еще не решен. И я не ожидаю, что, допустим, до конца года Украина эти активы получит. В принципе, сама идея ареста активов принадлежащих Российской Федерации и передача их жертв и агрессии, на мой взгляд, абсолютно правильна. Потому что в данном случае очевидно, что при любом исходе войны получить какие-то репарации с Россией, как это происходило с проигравшими странами во время Франко-Прусской войны или Первой мировой, будет невозможно. Совершенно ясно. Поэтому я думаю, что Украина может рассчитывать только на те активы, которые сейчас заморожены на Западе. В первую очередь, конечно, это активы Центрального банка. По разным оценкам, там от 290 до 330 миллиардов долларов. Они находятся в разных валютах, в разных юрисдикциях и в США, и в Европе, и в Великобритании. Но так или иначе, вот эта сумма, она, я думаю, когда-то Украине перейдет. Но, честно говоря, я сильно сомневаюсь, что прямо вот сейчас. Я думаю, что для этого нужно как минимум решение каких-то европейских судебных инстанций. С одной стороны, и с другой стороны, я думаю, что, вероятно, нужны какие-то подтвержденные европейцами оценки потей украинской стороны, тех средств, то есть как бы определение тех средств, которые нужны для восстановления. В любом случае, вот мое убеждение в том, что эти деньги для России потеряны навсегда, они так или иначе до Украины дойдут. На самом деле, я выступил недавно со статьей в одной гормонской газете «НРСИ Хандрисбрат» на эту тему, где я говорю о том, что на самом деле за те полгода, которые уже прошли в течение войны, то есть после ареста этих активов, мне казалось бы, что Европейские Союзы и другие страны, которые их арестовали, должны были бы предпринять гораздо более очевидную меру. Они должны были бы фактически перечислять в Украине хотя бы проценты, которые сами европейские банки и финансовые институты, где эти активы хранятся, начисляют на них. То есть, условно говоря, Украина должна обслужить свой внешний долг. Внешний долг Украины заведомо меньше, чем арестованные активы, и проценты по этим арестованным активам могли бы, по крайней мере, покрывать проценты украинскому внешнему долгу. Запад предпочел этот внешний долг заморозить, государственный, с частным там все несколько сложнее. Частные украинские корпорации, многие не подпали под это и вынуждены дальше платить. Но, условно говоря, идея взаимозачета между процентным парасистским арестованным активом и украинским долгам, она была бы, на мой взгляд, достаточно очевидной, и под нее бы вряд ли кто-то возражал. Что касается самой основной суммы, еще раз повторю, она уйдет Украине в итоге, но я предполагаю, не в ближайшие дни. Скажите, это вопрос процедурного характера, либо есть какие-то условия, которые со своей стороны должна выполнить Украина? Нет, я не думаю, что здесь есть условия. Речь идет просто о том, что страна подверглась агрессии, у нее уничтожено огромное количество активов, уничтожены они российскими войсками. Это совершенно понятно. Есть потери населения, есть потери промышленных предприятий, гражданских объектов, объектов инфраструктуры и так далее. Я думаю, что Украина здесь ничего не должна делать. То есть в данном случае она должна просто заявить о своем желании получить эти деньги в виде компенсации. И европейцы, в принципе, вполне могут, если проявят политическую волю, их ей передать. А по окончании военного конфликта уже Украина и Россия будут выяснять отношения, там, либо в ходе переговоров, либо в международных судах, почему это произошло, действительно, эти деньги, как сказать, недостаточны ли они для покрытия убытков, или наоборот им отдали слишком много и так далее. Но в любом случае, я думаю, что для европейцев это сейчас, в первую очередь, акт политической воли. Я объясню, чем вызван мой вопрос. Дело в том, что Вашингтон-Пост сообщает нам со ссылкой на источники о том, что Белый дом якобы всячески подталкивает Украину к переговорам, или хотя бы, по крайней мере, просит команду Зеленского продемонстрировать готовность к переговорам с Россией. И вообще, ну, такую жесткую позицию администрации Зеленского многие в Белом доме, в том числе, считают неконструктивной. А почему, собственно, вот на Ваш взгляд, Вашингтон подталкивает Украину к переговорам, и есть ли в этом какая-то, возможно, экономическая подоплека? Смотрите, я думаю, что, в принципе, наверное, есть, но здесь очень много факторов. Я думаю, что западные страны, безусловно, как бы сказать, ну, уже устали, прямо скажем, от этой войны. И это касается и Соединенных Штатов, особенно их, потому что сегодня выборы. И, конечно, было бы хорошо, если бы перед этим выбором, но сейчас же поздно, были бы отмечены какие-то подвижки в этом конфликте, даже чисто формальные, которые потом бы через неделю были отыграны обратно. В Европе то же самое происходит, энергетический кризис. То есть, в общем-то, пока не спадает. Цены на энергоносители, на тепло для граждан, в том числе, сейчас находятся на максимально историческом уровне. Государства должны платить все больше и больше денег в качестве дотации. В Германии это уже больше 90 миллиардов евро. По другим странам тоже цифра растет. То есть все как бы хотят увидеть свет в конце туннеля. То есть даже не может быть не свет, а какой-то там легкой-легкой зарево какого-то рассвета. Поэтому я думаю, что идея о том, что Украина должна выразить желание или готовность как-то говорить, она, в общем-то, ну как бы не меняет ни ход войны, ни позицию западного мира. Она просто создает некий иной антураж, в котором, так сказать, возникает новое поле возможностей. Зеленский, на мой взгляд, абсолютно четко дал понять, что разговаривать он будет только в случае готовности России отойти к границам, там, либо 91-го года, либо хотя бы 24-го февраля. И я думаю, что он абсолютно прав. Потому что мы видели много раз, что Путин это человек, которому абсолютно невозможно верить. Он сам нарушал личные им подписанные соглашения с Украиной неоднократно. нарушал массу обещаний, которые он давал, в том числе и по украинским проблемам. Поэтому я думаю, конечно, что Путин хочет переговоров для того, чтобы сделать очередной Минск-3. А Украина совершенно логично отказывается от них, пока со стороны России не прозвучат готовности к каким-то серьезным действиям. А ее нет и не переведется. Главное событие сегодняшнего дня – промежуточные выборы в США. К ним приковано сейчас внимание. Республиканка Марджори Тейлор Грин уже успела заявить о том, что от Республиканского Конгресса Украина не получит ни гроша, в буквальном смысле. Соответственно, вопрос к вам. Как победа республиканцев отразится на поведении в США по отношению к Украине и войне в Украине? Ну, смотрите, мы и многие российские обозреватели, и многие люди в Кремле, по-моему, очень привыкли ждать каких-то радикальных подвижек в американской позиции в зависимости от смен лидеров. То, что мы видели по вина Трампа в отношении России, на которого было очень много надежд, все это закончилось, как мы знаем, пшиком. Потом мы предполагали, там в Кремле предполагали, что, наоборот, после ухода Трампа, возможно, нормализация была встреча в Женеве. Оказалось, что есть какое-то потепление, его тоже не случилось, ну и так далее. То есть я думаю следующее, что республиканцы, конечно, выиграют сегодняшние выборы, все на это указывают. Причем достаточно радикальное крыло республиканцев, такое трампистское, оно, скорее всего, будет иметь существенный успех, особенно на выборах парад представителей. В итоге, я думаю, сформируется Конгресс, который в обеих парадах будет республиканским. Что касается вопроса о финансировании Украины, я не думаю, что речь идет о таких радикальных переменах. Вот почему. Потому что у каждой партии есть определенное, скажем так, экстремистское крыло. И, что удивительно, что более всего сходятся позиции ультраправых и ультралевых. Они сходятся по многим позициям, как ни странно, и в данном случае по Украине в том числе. То есть такая крайне левацкая фракция в демократической партии буквально две недели назад вышла с письмом 30 подписантов, которые были, была и Аказия Кортес и многие другие демократы, которые заявили о том, что Украине нужно перестать, ну и сократить объем помощи, нужно перейти к переговорам, давить на Киев с тем, чтобы Зеленский начал переговор с Москвой, и конфликт был бы улажен. И это были вполне себе демократические демократы. То же самое и со стороны республиканцев. Наиболее радикальная их часть тоже выступает приблизительно за такое же решение вопроса. Я думаю, что вот этот радикальный сектор в обеих партиях, он составляет порядка 10-15% депутатов от каждой стороны. Поэтому я думаю, что да, с приходом республиканцев, особенно радикальных, позиции критиков безудержного финансирования Украины, эти позиции укрепятся. Но вопрос о том, будет ли радикальная перемена, я думаю, что и не будет. Скорее всего, ради того, чтобы была сделана видимость каких-то уступок, какие-то программы будут сокращены, наверное, не самые важные. Но в целом поддержка Украины и осуждение России, оно достаточно бипартийно. Поэтому я думаю, что вот одни копейки Украине, это розум, который не реализуем абсолютно. Но что касается самих программ, то, наверное, какая-то больше разборчивость будет в них. Потому что, на самом деле, если мы посмотрим, Соединенные Штаты на сегодняшний день финансируют приблизительно 60-65% всей западной помощи Украине. Помощь это достаточно большая. По последним подсчетам на начало ноября финансовая, гуманитарная и военная помощь уже превышает 90 миллиардов долларов. То есть, в данном случае со страны США это где-то 56. То есть, в любом случае, конечно, такие суммы, они не могут проходить без контроля Конгресса. И, естественно, каждое новое ассигнование будет встречаться с определенными проблемами. Но, еще раз говорю, это решаемая проблема. Тем более, надо понимать, что, допустим, закон о Ден-Лизе в отношении Украины самый большой пакет на 40 миллиардов, он был принят, и уже распаиваться не будет. Поэтому, в любом случае, повторю, мне кажется, что радикальных перемен в настроении Соединенных Штатов не произойдет. Хорошо, тогда уже к российским новостям. ФСБ сообщило тут на днях, что количество выездов россиян в ближайший Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Армению и Монголию, оно стало рекордным за последние пять лет. Вы неоднократно писали в последнее время, что Россия рано или поздно закроет свои границы. В чем экономический смысл будет такого решения? Чем это выгодно путинскому режиму закрытые границы? Ну, смотрите, я бы сказал здесь так, что здесь очень тонкий баланс между экономическим и политическим интересом. С одной стороны, открытые границы, как они сейчас открытые, они дают возможность выталкивать из страны большое количество людей, которые, в принципе, режим не поддерживают. Я категорически не согласен с тем, что все, почти миллион человек, которые за этот год уехали из России, все они страстные оппозиционеры. Я думаю, что таковых там максимум 1-2 процента. Большинство людей, которые покинули страну, просто с одной стороны боятся мобилизации, боятся ужесточения режима, того же самого закрытия границ. Или они просто реально не могут продолжать свою деятельность в России, в том числе деятельность бизнеса, предпринимательскую, творческую, любую другую, в сложившейся ситуации. Поэтому в этом отношении у Путина, конечно, есть мотив границу не закрывать. В том плане, что если кто-то недоволен, он может уезжать, и, соответственно, тем меньше вероятность, что кто-то выйдет на площадь, если новая-новая волна эмиграции будет продолжаться. Это как бы один, одна сторона вопроса. Другая сторона вопроса все-таки заключается в том, что отъезд такого количества людей, он вызывает колоссальные потрясения для экономики. Сейчас мы видим статистику только за сентябрь. Мы видим, что все показатели сменились очень резко к худшему. Мы уже слышим из наших дружеских, так сказать, постсоветских стран резкие пересмотры показателей их экономического роста. Та же самая Армения. Говорю раньше о том, что рост в 2020 году по ВВП будет где-то меньше 2%, а сейчас, наговоришь, уже больше 10%. То есть волна этих российских эмигрантов, многие из которых, особенно в последний исход, не доехали ни до Европы, ни до Америки. Потому что в среднем у тех, кто уезжал в сентябре, было в 5-6 раз меньше виз и видов на жительство европейских, чем у тех, кто уезжал в феврале. Поэтому эти люди остались в постсоветских республиках. И я думаю, что их присутствие там, если оно продолжится, будет важнейшим фактом роста экономики этих стран в 2023 году. Россияне уже вывезли в эти страны денег приблизительно в 3 раза больше, чем все российские инвестиции в эти государства, начиная с 2015 года. Это произошло всего за год. То есть в данном случае выгоды постсоветских республик огромны, потери России тоже значительны. То есть в данном случае отток капитала, отток профессионалов будет прочувствован экономикой уже в четвертый квартал. Если у Путина есть намерение продолжить масштабную мобилизацию, а я подозреваю, что такие намерения есть, и они проявятся где-то в начале следующего года, то вот новая волна мобилизации, допустим, если захотят призвать миллион человек, при таком же параметрах исхода вызовет экономический коллапс. И в этом отношении проводить новую мобилизацию в условиях открытых границ, на мой взгляд, невозможно. И вот здесь возникает очень сложное равновесие, либо сложное уравнение, либо Путин по-прежнему готов смиряться с открытыми границами, с тем, чтобы не иметь политические противники какой-то страны, но тогда нужно быть готовым к тому, что экономика России в следующем году будет падать двузначной цифрой. Либо же, действительно, гайки будут закручены, и вопреки всем рассказам, что никаких закрытий границ не предусмотрено, они будут закрыты. Это не обязательно, что они будут закрыты, вот как в Советском Союзе, да? Но, допустим, в той же Украине мы видим, что взрослые мужчины, ну, практически не могут выехать, да? Не обязательно, что они призываются на фронт, но, объективно говоря, выезд в последние месяцы крайне затруднен. Я думаю, что в России может быть введено нечто подобное, такой палеотивный вариант, то есть не просто там выездные визы для всех, а просто ограничение, допустим, для всех мужчин там в возрасте от 18 до 50 лет. Это возможно. И я думаю по-прежнему, что это наиболее вероятный сценарий, просто потому, что потери экономики, и это будет видно уже к Новому году, слишком велики из-за эмиграции, которая сейчас происходит. Потери экономики вы имеете в виду отток капитала и потеря, ну, квалифицированных кадров рабочих рук, да? Да, это в первую очередь, конечно, потери коллекционных кадров, потому что, смотрите, мы видим, что, ну, порядка 400 тысяч человек мобилизовано, мы видим, что, ну, около, там, минимум 700 тысяч максимум миллион до конца года уедут, и эти люди, все трудоспособного возраста, процент на 95 мужчины, и, соответственно, это означает лишь то, что страна теряет приблизительно 5 процентов муниципальной рабочей силы. Это очень большая потеря, тем более, что в тех условиях, в которых развивается нормальная экономика, проблема ведь в том, что любая производственная компания, она подбирает персонал в том количестве, который ей нужен, да? Это может быть какой-нибудь госкомпания, в бюрократической структуре существует, там, огромный штат, в котором люди работают в полсила, да? В любой коммерческой компании такого не происходит, и когда из этих компаний люди уходят, то ромается фактически вся производственная деятельность, да? То есть к этому существует огромное количество самозанятых, которые тоже были связаны с другими предприятиями, существует огромное количество, там, камевояжеров, которые занимались параллельным импортом, и так далее, и так далее, да? Мы видели случаи, когда военные власти захватывали фактически, там, целые смены шахтеров, целая группа работников, там, торговых центров и так далее. То есть все это будет приводить к тому, что экономика по всей цепочке почувствует эту нехватку рабочей силы. А то, что там Газпром или оборонные предприятия, или банки, или госструктура, там, всякого рода бюрократические освобождены от мобилизации, ну, это будет иметь очень вторичное значение, потому что, на самом деле, как раз там-то количество лишних рабочих рук достаточно велико, за исключением оборонных предприятий. То есть я еще раз говорю, понимаете, все будет зависеть от того, от двух моментов. Первое, от того, как экономика справится с первой волной мобилизации, мы увидим это где-то по декабрьской статистике. И второе, от планов Путина на новую волну, что будет ясно тоже ближе к Новому году. Скажите, вы упомянули параллельный импорт, но в случае закрытых границ параллельный импорт тоже будет под сильной-сильной угрозой, так скажем. И при этом параллельный импорт, очевидно, что на него делалась ставка, ну, путь путинской экономики в условиях санкций. Что будет с ним в случае закрытых границ? Ну, смотрите, я думаю, что здесь нужно, смотрите, для самого параллельного импорта, как говорят мои коллеги, России приблизительно полгода потребовалось, чтобы автово-еволоничная торговля относительно адаптировалась к новым условиям. То есть после разрыва контракта с многими европейскими поставщиками потребовалось где-то 4-6 месяцев для того, чтобы пошли поставки из Турции, дополнительно из Китая, из Вьетнама, Южной Кореи и других стран. Я думаю, что в случае, если границы вот в этом виде будут закрыты, то потребовалось еще где-то полгода для того, чтобы российские компании сумели найти не постоянно ездящих людей, которые бы заключали эти сделки, обеспечивая поступление контрактов, а каких-то достаточно проверенных агентов в самих странах, откуда идет импорт, еще раз раскрепили наладить для этих связей и восстановили бы торговые потоки. Я не думаю, что это полностью убьет параллельный импорт, потому что все-таки параллельный импорт это не черночники 90-х годов на сегодняшний день, значительно имеют. Это гораздо более организованный процесс. Поэтому я думаю, что это будет еще раз потрясение для автово-еволочной торговли, но это не будет полным крахом. То есть, условно говоря, знаете, экономика, она будет постоянно справляться с теми трудностями, которые встают для нее власти, но каждый раз это будет требовать времени и каждый раз, естественно, это будет требовать политических издержек. Вот переходя от темы параллельного импорта к традиционному импортозамещению, давайте обсудим совещание Путина с членами правительства, на котором они в том числе обсуждали тему инвестиций, Максим Решетников предложил, что государство должно стать инвестором последней инстанции. Что имеется в виду? Вообще было ли что-то в этом разговоре, в этих предложениях Решетникова, что-то новое, что мы могли услышать? Нет, я думаю, что здесь не было нового ровного счета ничего. К сожалению, никаких идей у правительства в этом отношении нет. Импортозамещение в России было провалено еще до войны, потому что об этом разговоры шли еще с 2013-2014 годов. С 2010-го, я даже сказал. Ну, может быть, даже с 2010-го. Но я это отчитываю со времен, когда началась дискуссия по национализации или противозвращения Путина в Кремль. Но так или иначе, результат был минимальным. Мы видели прекрасно, что в большинстве отраслей импортозамещение сводилось либо к локализации каких-то процессов. Ну, посмотрите, в чем была идея импортозамещения фундаментальная? Она заключалась в том, что в России должно создаваться как можно больше добавленной стоимости. Вот, собственно, и все. Поэтому основной показатель, допустим, автомобиля строения был коэффициент локализации. То есть это значит, что, допустим, не 30% стоимости автомашины должны обеспечиваться российскими деталями комплектующими, а где-нибудь 80%. Замечательно. На самом деле, где-то с конца нулевых годов до последних месяцев перед войной, этот процесс шел очень поступательно и, в принципе, по плану. Но даже если вы можете создать 80% автомобилей, но у вас нет там двигателей, коробки передачи, еще чего-то, то понятно, что все равно автомобиль вы не соберете. Поэтому автомобильная промышленность встала. То же самое и с самолетостроением, например. Можно создавать 90% стоимости самолета в России, включая, так сказать, там весь металл, шасси, авионику, еще что-то. Но, допустим, там компьютерная система плюс двигатель, все равно импортируемая. Если импорт прекращается, все производство встает. Вы можете производить в России, там мой любимый пример, 100% сахарной свеклы и обеспечить себя сахаром с избытком. Но все равно семена вы все заводите. Хотя это занимает обязательно 1,5% себестоимости. А оказывается, что без этого все равно ничего не произведете. То есть вот проблема заключалась в том, что импортозамещение принималось именно вот таким образом, а не как создание производства полного цикла. Сейчас задача стоит именно вторым типом. То есть для того, чтобы импортозамещение, нужно начать и закончить производство продукта от и до здесь. И выясняется, что это невозможно практически ни в чем. Поэтому я думаю, что импортозамещение это вообще некий жупел, которому серьезно сноситься не нужно вообще. Его здесь создать нельзя. Если Запад захочет, если Запад захочет действительно полностью перекрыть поставки комплектующих или сырья, он это может сделать и экономика российской рухнет. Вся ее устойчивость обусловлена сейчас нелешительностью западных стран в отношении санкций. Что касается инвестиций. Смотрите, конечно, государство часто в экономике бывало финальным главным инвестором. И в условиях, когда экономика переживает тяжелые времена, это бывало очень важно и очень позитивно. Самый классический пример это финансирование государством разного рода проекта во времена Великой Депрессии в США. Но проблема отличается в том, что во времена Великой Депрессии существовала вполне развитая, рыночная, небюрократизированная экономика. В России ее нет. Особенно в тех местах, где есть связка с госсектором и с бюджетом. Когда в Соединенных Штатах шло государственное финансирование во времена Великой Депрессии, то прямые государственные контракты, именно, понимание, прямые государственные контракты, были розваны приблизительно 13 тысячам различного рода фирм. То есть прямых государственных подрядчиков, которые получали деньги из федерального бюджета, и строили мосты, дороги, школы, склады и так далее, было 13 тысяч штук. Вот если вы посмотрите там любой рейтинг королей госзаказа, то увидите, что в России таких организаций штук 15. И как финальный инвестор государство раздаст деньги либо этим новоишам, либо компания типа Газпрома, РЖД, Транснефть и еще кому-нибудь. Вот и все. В этом и есть разница. Потому что если вы отдаете на рыночной основе, на конкурсной основе инвестиции десятков тысяч компаний, то вы получаете экономический рост, дополнительную занятость и все остальное. Если вы раздаете их по принципу личной преданности и личной заинтересованности руководству где-нибудь там двух десятков корпораций, то понятное дело, что эффективность этих мер будет очень низкой. Потому что, смотрите, самый простой пример, доказывающий это обстоятельство, это вопрос о, допустим, дорогах. Мы можем посмотреть на дорожное строительство, официальную статистику Росстанта. И увидите, что дорожное строительство в 2018-2019 году, официальной статистики, было приблизительно в два раза меньше, чем в 2000 году. А дальше мы можем просто посмотреть даже в долговой эквиваленте, с учетом инфляции, как угодно, ценник на эти программы и увидит, что он вырос приблизительно в 16 раз. Вот, собственно говоря, этот эффект. Вы будете раздавать деньги от государства, любые инвест-программы будут дорожать, а эффект будет минимальный. Вот мне кажется, именно в этом проблема. Понимаете? Потому что, когда государство инвестирует в экономику, это делалось очень много. Где? Это делалось и в Азии, но именно индустриализация и модернизация 70-х и 50-х годов, и вот в Америке на Великой Депрессии, в Бразилии при военной диктатуре, всегда ставились определенные цели и задачи. Причем задачи легко верифицируемые. Например, в той же самой Японии, в Южной Корее, государство помогало компаниям, но при этом она ставила задачи и критериям определенную долю продаж на мировом рынке. Ну, допустим, в той же самой Японии, когда компании хотели покупать западные патенты, например, на производство Нейлона, это еще 50-е годы, то задача заключалась в следующем. Мы даем вам практически бесплатные кредиты, мы продаем вам валюту ниже официального курса рыночного, для того, чтобы купили патенты и оборудование, но в течение трех лет вы должны продавать 60% продукции за пределами Японии. Это означало, что фактически государство стимулирует компании к выходу на внешний рынок, а там появляется конкуренция, которая требует уже соответствующие изменения производства, культуры, повышения эффективности и так далее. В России этого никогда не делалось, и это фактически просто финансирование ну, никаких прикормных компаний. Вот и все. Я от этого ничего не жду, кроме банального накручивания роста ВВП. Вот что хочет Путин? Он хочет показать, что экономика растет. Что для этого нужно сделать? Для этого нужно взять 5 триллионов рублей из резервного фонда, раздать их, там, газпромную газификацию, РЖД на строительство в какой-нибудь высокоширотной скоростной магистрали и так далее. И это будет частично построено, частично нет, но деньги будут потрачены. Они уйдут металлургам, они уйдут в зарплату, и фактически по статистике ВВП, конечно, вырастет. Это факт. И это есть лекарство от спада, но чисто статистическое, без всякого реального отношения к Канаре. Вот вы знаете, вы сказали о госконтрактах во время Великой депрессии. Я вспомнил другой пример классический, что конфеты МНДМ своим первоначальным успехом обязаны госконтрактам армии США, поскольку, как мы знаем, эти конфеты не тают. Они входили в рацион американских военнослужащих, воевавших на Тихом океане, в тропиках. Соответственно, правильно ли я понимаю, что даже в условиях войны и в нужды российского ВПК они все равно не приведут никогда ни при каких условиях к каким-то инновациям в экономике? Слушайте, это вопрос, совершенно отдельная передача. Вопрос инноваций ВПК, он очень мифологизирован. Дело в том, что долгое время, я бы сказал, где-то до конца 80-х годов, действительно, соответствую реальности, то есть о том, что инвестиции в военные технологии приводят впоследствии к взрывному росту технологии на гражданке и, соответственно, экономического росту. Это примеров там было очень много, там микроволновая печь была создана на основе военной технологии, интернет в конце концов появился, тоже значительно менее в результате военных разработок. То же самое, Боинг 747 был создан, как модификация военного самолета, и много-много-много другого. Но как раз в 80-е годы, когда начался переход в постиндустриальное общество к информационным технологиям, здесь и корпорации стали намного богаче, чем они были раньше. Здесь возникла ситуация, когда впервые, первоработанные темы были где-то 92-94 год, которые констатировали, что в 80-е годы, после революции Рейгана, который дал очень много возможностей для развития технологий, соответственно, вот с этого периода времени на гражданских, как бы гражданские компании стали создавать больше технологических решений, чем военные. И наоборот, в оборонной промышленности стало все больше и больше применяться решений, которые использовались в первую очередь и сначала в гражданских секторах. Например, вся индустрия жидкокристаллических экранов появилась сначала на гражданке, а потом была продвинута военной сектора. И таких примеров тоже очень много. Поэтому вот, собственно говоря, сейчас доминирующей позиции заключается то, является то, что сейчас гражданский сектор двигает вперед военной индустрии. То есть, единственным преимуществом военного сектора является то, что там практически не считаются затраты. То есть, в данном случае, если на гражданской технологии изобретается какой-то новый технологический процесс, он может остаться не слишком используемым в течение 5-7-10 лет, именно в гражданском секторе, потому что он слишком дорогой для того, чтобы массово ввести его на рынок и обнаружить большой спрос на это. Но военные могут в этом случае чуть-чуть ускорить процесс, просто потому, что они начнут использовать эту технологию, невзирая на затраты. Вот этот момент остается. Но в целом, говорить о том, что в военной сфере создаются новые технологии, которые потом могут сделать такой спиловер, переток в гражданской отрасли, это прошлый день, вчерашний день. И Путин живет именно в 60-70-е годы, когда ему казалось, и многим казалось, что вот сейчас, допустим, военные технологии того же самого ракетостроения вызовут гражданское освоение космоса. А в результате гражданское освоение космоса пошло от компании SpaceX, которая не имеет к военному никакого отношения. Вот то же самое по большинству позиций проявляется и сейчас. Владислав, вот освоение космоса. Я хочу последок обсудить тему личных финансов. Некоторые российские игроки российского страхового рынка начали предлагать клиентам полисы инвестиционного страхования жизни в долларах США. В том числе, например, государственный Росгострах этим сейчас занимается. Сигнализирует ли это о том, что, в общем, без долларов все равно российской экономике не обойтись? Без долларов и евро. Да, я абсолютно убежден, что не обойтись. И я не очень понимаю, зачем нужно обходиться. Потому что, еще раз повторю, когда мы опасаемся те же самые операции в долларах и евро, это опасение в первую очередь касается государственных финансов. Ведь на самом деле ни активы частных компаний за границей никогда не были арестованы, они никогда не занимались, средства со счетов граждан в долларах и евро тоже не замораживались. То есть, в данном случае я не вижу какого-то безумного опасности в таком роде вещах. Опять-таки, куда бы ни выезжали россияне, будь то Китай или Турция, и до Объединенные Арабские Эмираты нигде от них не перестали принимать доллары и евро. То есть, в данном случае мне кажется, что испуг вот этих первых военных месяцев был легко преувеличен. Конечно, сейчас российская экономика значительно переходит на юань, что опять-таки понятно, потому что это связано с огромным объемом импорта из Китая и большими тесными экономическими связями с Китаем. Это ясно. Но и почему нужно, так сказать, полностью отказываться от долларов и евро и привязки к ним, мне непонятно. Более того, я думаю, что такого рода продукты будут весьма популярны по одной простой причине, потому что все-таки все мы понимаем, что государство не может выдерживать очень долго с учетом ограниченности нефтяных доходов нынешний курс. И он, конечно, был бы для бюджета гораздо более выгодным на уровне 75, может даже 80 рублей за доллар. Это явно помогло бюджету свои концы с концами. Поэтому я абсолютно убежден, что в следующем году некий подобный курс мы увидим. И если есть страховые продукты, которые привязаны к курсу, я думаю, что они, безусловно, выгоднее чисто рублевых инструментов на сегодняшний день. Даже в самой России безотносительно к тому, насколько широко будут использоваться доллары в расчет за границей. Владислав, спасибо вам огромное за этот разговор. Увидимся в следующий вторник. Спасибо. Спасибо вам. Это был Владислав Иноземцев, постоянный гость и эксперт программы «Правила игры». Меня зовут Кирилл Седов, канал называется «Ходорковский лайв». Ставьте лайки Владиславу Иноземцеву, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии. Мы с вами обязательно увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok